Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Климчук. Я рад вас приветствовать на своей страничке. И хотел бы сегодня с вами поговорить об очень такой интересной информации. Особенно эта информация подойдет тем, кто занимается инвестированием. И когда у вас стоит выбор, куда вкладывать деньги, в основном люди стараются вложить свои деньги в недвижимость, потому что считают, что это реальный гарантированный пассивный доход, который лучше, чем банковский продукт. Ну, здесь стоит немножко это более детально разобрать. Сейчас я расскажу небольшую такую предысторию, почему я решил записать данный ролик. Ко мне обратился мой знакомый и, в общем, хотел, попросил вообще проконсультировать по поводу арендной ставки, по поводу того, что он начинает открывать свой бизнес. И хотел, чтобы я его проконсультировал вообще по договорам, по общению с арендодателями. С арендодателем встретились, в общем, с арендодателем. В результате была объявлена определенная стоимость. Я оценил стоимость данного объекта. Я примерно назвал, что его реальная цифра где-то в районе 45-50 тысяч. А человеку объявили 60 тысяч. Ну, плюс еще у нас, не забывайте, коммунальные услуги и всякие прочие там расходы, которые очень быстро разгоняют расходы для бизнеса. И есть вероятность того, что все-таки бизнес может быть не выдержит именно такой вот нагрузки в виде арендных платежей. Причем аренда здесь может составлять от 40 до 68% от общего дохода. И, соответственно, остается очень мало для маневрирования бизнеса. Ну, о том, что можно сделать для бизнеса, это уже другая составляющая, для другого ролика. Во время разговора я задал вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы как вообще определили стоимость квадратного метра? На что мне собственник сказал, что она поинтересовалась у агента. И что агент сказал, что это средняя рыночная стоимость. Я сразу скажу, что не все агенты понимают правильно. Рынок недвижимости, они опираются только на то, что где-то кто-то что-то сдал. Но они не обладают информацией. Можно, например, сейчас сдать в этом месяце. Можно найти клиента, который будет снимать в течение 3-4 месяцев, а потом он съезжает, и никто дальнейшей информацией не владеет, каковы все-таки расходы. Ну что, дорогие друзья, давайте перейдем непосредственно к цифрам. Не буду вас задерживать. И мы с вами сейчас поговорим о такой очень важной, интересной составляющей, куда направить деньги. Мы не будем сейчас смотреть такие инвестиции, как в ценные бумаги. Возьмем просто такой банковский продукт, как депозит по 3-6% годовых, либо инвестирование в недвижимость. Большая часть людей все-таки выбирает в недвижимость, потому что предполагает, что все-таки мы можем быть гарантированы в плане того, что мы сохраняем деньги, и, соответственно, мы что-то еще получаем от того, что мы сдаем недвижимость в аренду. Хочу уделить вот очень такой важный момент, что люди, когда вкладывают деньги, они видят только конечную там цель, то, что они получают. Они не учитывают вот расходы, которые связаны с содержанием данного объекта недвижимость. Количество метров у нас 85, это реальный объект. Я следил за ним уже на протяжении года, и там не один объект. Стоимость при покупке данного объекта 100 тысяч рублей за квадратный метр, для того было потрачено 8,5 миллионов. Расход на содержание данного объекта недвижимости равняется где-то 15 тысяч рублей в месяц. Если мы это все умножим на 12 месяцев, то получим 180 тысяч рублей. Предполагаемая прибыль в 2019 что-то там было, но вроде там кто-то съехал в одном из объектов. А на протяжении 2020 года уже все знаете, что пришла пандемия, и многие компании закрывались, и очень много пустой торговых площадей. В итоге при ставке 968 рублей за квадратный метр общая стоимость в месяц равняется 82 280 рублей. И чистая прибыль получилась 807 360 рублей, это до уплаты налога. Как она была получена? Ну не сложно 82 280 умножить на 12, отнять 180 тысяч, мы получим 807 360 рублей. А что бы если человек вложил деньги в банковский продукт, что бы он получил? Давайте посмотрим. Если бы человек вложил просто деньги на депозит, мы берем сумму 8,5 миллионов, умножаем на 36% и получаем 306 тысяч рублей. Получается меньше, но это гарантированный доход, в отличие от того, что человек мог бы извлечь. Что в итоге человек получает? Вот это самый главный такой момент, который может, если человек будет все-таки учитывать, он поможет и бизнесу, и он прежде всего поможет себе. И я сюда вот в этих табличках привел простые такие вот расчеты, которыми можно пользоваться. Вот смотрите, берем тот же объект невижимости и 2020 год. Здесь нельзя скидывать депозит, 306 тысяч. И сумму расходов ежемесячного содержания можно на 12 месяцев. Получается, что убыток по данному объекту, если человек вложил такие деньги, да, он принес убытка на 486 тысяч. Колоссальная сумма, это практически полмиллиона, что человек потерял 486 тысяч. Вы можете меня перепроверить, вы можете обратиться к любому собственнику, который посмотрит данное видео, и я думаю, что он пересчитает свои доходы и, наверное, начнет принимать какие-то решения. Какова же все-таки реальная стоимость объекта коммерческой недвижимости на 2020-2021 год? Вот здесь я хочу обратить внимание, что это не просто цифра, это некое решение, которое, может быть, будет являться объединяющим и бизнес, и собственников недвижимости в плане того, что все-таки каждый из них сохранит свой доход. Да, может быть, он будет не на том уровне, не в плане 11-15% годовых, а будет уже более реально и будет выше, чем предлагает банковский продукт. В данном случае я просто умножил ставку 3,6 на 2 и получил 7,2% годовых. Итого, если собственник жилья будет сдавать по 600 рублей за квадратный метр, то он за год получит 612 тысяч, а в месяц он будет получать 51 тысячу рублей. Здесь я хочу обратить внимание инвесторов, собственников недвижимости на тот момент, что в ближайшее время все равно будут появляться новые объекты в плане коммерческой недвижимости, а также будет большое высвобождение занимаемых площадей. связано это, прежде всего, с пандемией, и не только с пандемией. Здесь еще есть очень важный такой момент пандемии. Она сейчас есть, потом она пройдет, и у нас заново заработают нормальные магазины и прочее. Но здесь очень важно понимать, что многие бизнесы в России ведутся при помощи прямых продаж, и очень много, очень большое количество компаний, не представленных в интернете. То есть я сейчас хочу сказать, что прямые продажи-то они совершаются, а вот продажи через интернет – это, как правило, очень маленький процент. И вот здесь вот стоит задуматься, потому что если мы сейчас вот говорим о магазиночках, которые продают вещи, если вы уже наблюдаете, где рядышком, например, открывается компания Viberis, Viberis или еще какие-то другие компании, которые занимаются реализацией товаров через интернет, то эти компании несут меньше расходов. Им достаточно иметь небольшое помещение, например, даже в каком-то цокольном этаже, какого-нибудь здания, и даже открыть 2-3 точки для удобства своих клиентов. Во-первых, это будет намного дешевле, то есть можно снять порядка за эти деньги, то есть вот за 90 тысяч можно снять, извините меня, 4 объекта и увеличить оборачиваемость торговых площадей за счет того, что вы не содержите товар, вам нужно содержать только имущество, то есть вы не вкладываете деньги в товар, вы просто вкладываете деньги в реализацию. Очень много маленьких бизнесов, которые подключаются, как становятся по франшизе или еще как-то там, то есть они становятся партнерами такой очень крупной сети, они начинают потихонечку зарабатывать, а вы теряете деньги. Поэтому лучше, знаете, синиться в руках, чем дятел в одном месте и зарабатывать здесь и сейчас, а не откладывать и ожидать, когда все вернется там через год, например. Потому что при торговле очень важно это место, место и еще раз место. Но не надо забывать тот фактор, что поведение потребителя меняется и под изменением поведения потребителя будет меняться и сама среда обитания. Ну а на этом все. Если вам понравилось, пишите в комментариях и оставляйте лайки. Еще один такой вот момент. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто в итоге-то здесь заработал. Было бы интересно услышать ваше мнение. Я-то знаю, я хочу сказать даже, что данный субъект рынка заработал порядка 40%. Кто заработал, пишите в комментариях. Ну на этом все. Спасибо. Всем пока.